Приветствую вас! Вы знаете, вот, прочитав ваш текст, у меня сложилось такое впечатление, что вы очень много ждёте, ожидаете от своего ребёнка. Как вы говорите, с восьми лет вы одна растили свою дочь, значит, так, развелась мужем и руки просто опускаются. Понимаете, у вас, видимо, с дочерью есть созависимость. Почему? Потому что вы жили и, возможно, живёте ради дочери, только ради неё. А, соответственно, она, скорее всего, живёт из чувства вины перед вами. Делать всё, делать всё, что нужно. И из чувства вины перед вами. Потому что считает, что должна. Считает, что должна учиться, потому что вы в неё, что в неё вкладывали очень много. Исходя из этого, я могу предположить, что у неё, у девушки, это именно уже девушка. Совсем нет свободного времени и она совершенно не развлекается. Вот. Абсолютно не развлекается. То есть у неё просто нет времени на то, чтобы развлекаться. И, пожалуй, здесь мне представляется следующий вариант развития событий. Вы немножко отдаляетесь от своего ребёнка, занимаетесь собой, больше занимаетесь собой. Значит, обустраиваете свою личную жизнь. Отдельный вопрос, почему вы этого не сделали, почему вы одна растили дочь? Нет ли у вас каких-то страхов? Может быть, конфликтов внутренних из-за, ну вот, развода, например. И так далее. Это первое. Создалитесь от дочери и постарайтесь снизить, снизить на неё давление, которое сейчас у неё, она чувствует давление. Очень сильное давление. Она сейчас чувствует на себя. Значит, с другой стороны, с другой стороны. Дайте своей дочери возможность пошить для себя. То есть, может быть, я знаю, если мне не нравится будущая профессия, да, пусть рассмотрят вариант, значит, выбрать другой профессии. Если не хочет вообще, ну, учиться сейчас, то, соответственно, пусть возьмёт отпуск академический. Это можно сделать. Вот. И, соответственно, поживёт немного для себя. То есть, как-то вот отдохнёт и так далее. Что касается парня, что касается парня, ну, того, почему у неё нет парня, то здесь ситуация следующая. Дело всё в том, что у вас нет мужчины, да? И именно потому, что у вас нет мужчины, вы не можете не давить на свою дочь тем, что, ну, вы с ней только как мать. То есть, вы для неё мать. Вы для неё не женщина. Она не видит вас женщиной, не воспринимает вас как женщиной. Она воспринимает вас только как мать. И вот это вот, пожалуй, является самым главным здесь. То есть, у девочки нет мужчины именно потому, что её никто не научил строить отношения. Ведь вы, как бы вы не продемонстрировали ей, как выстраивать отношения. Скорее всего, наоборот, как-то сделали так, чтобы девочка опасалась отношений с мужчинами вообще. Чтобы она боялась этого. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать, основываясь на вашем тексте. То есть, я отдаю себе отчёт в том, что вы хотите помочь. Но, понимаете, если ваш ребёнок нацелен только на получение образования, только на одну сферу, то это очень серьёзная проблема. Потому что это говорит о либо неумении в других сферах действовать, либо о страхе действовать в других сферах, либо о таких, знаете, попытках через, например, учёбу, да, ну, реализоваться там, где не получается. Это сделать. Ну, например, вот, в личной жизни. Поэтому, пусть она побудет немножко не вашей дочерью, пусть она немножко побудет просто девочкой, вот, пусть она побудет не, значит, абитуриентом, да. То есть, ну, необычающимся, вот, не магистром, да, там, и так далее. А, пусть она побудет именно обычным человеком, своими потребностями, желаниями и так далее. Вот. Значит. Смотрите. Вы пишите. Значит. Постоянно тревожится нервный тик на лице. Тревога – это синдром невроза. Невроз – это подавление своих желаний. Ходил я врачу, но её почему-то не направили к неврологу, прописали афабазол и глицин. Ну, вот, смотрите. Значит. Здесь чувствуется ваша властность, скажем так. Властность. То есть, вы почему-то считаете, что её должны были направить к неврологу. С какой стати? Почему? Вы, вы что, врач? Что вы ставите диагнозы и решаете, куда вашей, вашей дочери лучший стих? Ну, то есть, здесь вот, конечно, такой момент. Далее. Лекарства могут убрать симптом, но не уберут причину. Поэтому, тут вы говорите про улучшение, да, заставляет меня сделать предположение о том, что вы обращаете внимание исключительно только на внешнюю сторону. Вот. При этом, значит, сторона внутренняя, да, то есть, психологический, эмоциональный аспект вас, ну, вероятно, волнует не так, мне кажется. Отсюда, отсюда, у меня возникает следующее предположение. Что ваша дочь сама, так же, как и вы, не обращает достаточного внимания, да, на эмоциональную сторону. Следствие чего у нее и развился эмоциональный тик. Ой, нервный тик. Что значит? Вот. Поэтому, вот, следить отдохнуть нужно вашей дочери. Побывать в каких-нибудь таких местах уединения, где ей было бы хорошо и спокойно. И вспомнить, кто она такая. Вот ваша дочь, она, на мой взгляд, вообще забыла, забыла, кто она, забыла, куда идет и к чему движется. Вот. И забыла она во многом потому, что какие-то вещи она делала не для себя, а для вас. Вот, спросите себя, вот, вы хотите, ну, как вы воспримите, например, если она уйдет из обучения, да, ну, и просто вообще, не знаю, не будет работать, например. Или не будет заниматься тем, тем, что, чем собиралась, да. Вот. Почему у вас руки опускаются? Какое вы отношение к жизни дочери имеете уже взрослой дочери? Если ей давно пора жить отдельно от вас и строить свою жизнь самостоятельно, ей пора, вы можете сказать, ну, я в нее вкладывал, я для нее старалась. Так, оно так, но для чего вы в нее вкладывали? Для чего вы старались? Чтобы что? Чтобы для нее что-то сделать? Или чтобы для себя? То есть вот определите эти моменты. На самом деле это очень важно. Потому что если вы делали какие-то вещи именно для себя в этом контексте, то это плохо. Потому что вы сублимировали. То, чего хотите вы на дочь. Вот. И, грубо говоря, грубо говоря, не реализуя свои потребности, не реализуя свои желания, вы проектировали это на дочь. Тем самым приучив ее быть не свободной. Вот. Я полагаю, что именно так можно вам ответить на вопрос. Понимаю, что это не очень приятно, то, что я говорю. Вот. Но если вы хотите помочь своей дочери, то вам нужно, чтобы она была более самостоятельна. Да? То есть вот. Подумайте, что вы говорите, как помочь взрослой дочери. Но если дочь взрослая, если она считает, что пришло время, то ей, собственно, нужно самой обратиться к психологу. Вот. Ей самой. И все. То есть не через вас. А вы это делаете как бы за нее. И вот именно потому, что вы здесь делаете в нее какие-то вещи, у нее и имеются эти проблемы. Именно по этой причине. Так что, раз поразмыслите над этим, дочку направьте к нам на ресурс, да? То есть скажите, что вот, если у тебя есть желание, вот тебе сайт. Не говорите только, что задавали вопрос. Вот. Вот тебе сайт. Посмотри его. Может быть захочешь сама задать вопрос. Тут можно сделать это анонимно. Вот. Ну и, соответственно, может быть тебе будет легче. Вот и все. Вот. Это вот единственное, что мы сейчас делаем. Ваш ребенок должен помогать тебе сам. Не вы, не вы ему помогать. А он себе сам. А вам нужно помочь себе самой. То есть вот. Я уже говорил, да? То, что вы одна, что-то у вас с 8 лет дочери нет мужчины, почему-то вы, ну, не вышли замуж второй раз и так далее. Вот. У матери-одиночки дети часто имеют проблемы с выстраиванием, ну, с выстраиванием отношений с противоположным полом. Это нормально. Вот. Поэтому. Может быть дочь испытывает сознательное чувство вины, что если у нее будет барин, да, то вы будете одна и все, и она будет чувствовать, что это неправильно. То есть сами вот со своей, со своей стороны сделайте все возможное, чтобы у дочери была возможность быть счастливой. Не важно как, учиться, работать, быть в семье и так далее. Не концентрируйтесь на одной какой-то цели, как это делаете вы сейчас. Этим вы свою дочь и загоняете в это состояние тревоги. Вот. Так, так что оптимально вам обеим поработать с психологом, вот. Оптимально вам обеим поработать над своими проблемами, каждый над своими, вот. И перестаньте играть в спасителя, да, перестаньте играть в спасителя, почитайте об этом психологическом состоянии в интернете. Вот. Психологическое состояние так и называется спаситель. Значит, почитайте о нем в интернете. О нем есть информация. И вот с этого, именно с того, что вы свою дочь спасаете, я и рекомендовал бы вам начать работу над собой. То есть, начать работу по выходу из эмоционального слияния с вашим ребенком. За счет, за счет которого вы живете. Ну, сейчас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Пожалуйста, не торопитесь спорить с тем, что я сказал. Не торопитесь осуждать то, что я сказал. Не торопитесь обесценивать. Лучше подумайте. У вашей дочери симптомы не просто так появились. И все те элементы, которые я озвучил, они все взаимосвязаны. И сейчас, вот сейчас, вы еще можете своей дочери помочь. Вы можете освободить своего ребенка. Вы можете это сделать. Но, если вы не будете на этом заострять свое внимание. Если вы не будете отдаляться от своей дочери. Если вы не будете связывать, связывать реализацию своих желаний только со своими средствами. Что ситуация не изменит. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.